Результаты выборов в Азербайджане, в принципе, ни у кого никаких особых сомнений не вызывали. Они были достаточно предсказуемы. Я думаю, это в том числе произошло, потому что сложилась такая уникальная ситуация. На постсоветском пространстве, да и не только на постсоветском пространстве, выборы часто проходят или в ситуации внутренней оппозиционной борьбы, или в ситуации внешнего давления, а иногда происходит и то, и другое. С Азербайджаном случилась совершенно уникальная ситуация. Во-первых, внутри страны мы видим консолидированную позицию элиты по поводу кандидата. В общем, на самом деле, крайне слабая позиция. Частично она управляема, частично она просто ни на что не способна. И действительно серьезную поддержку населения, которая связана с простой вещью. Деньги, получаемые от нефти и газа, вкладываются в том числе в реальное развитие страны. При этом это, что касается внутри. То есть достаточно предсказуемая и спокойная обстановка внутри. Что касается внешнего контура, здесь мы видим тоже редкое сбалансированное отношение к Азербайджану со стороны основных внешних игроков на данных выборах. Что касается Запада, с Западом все понятно. Азербайджан вписывается так или иначе в проект Южного энергетического коридора, который, в первую очередь, американцами лоббируется по доставке Каспийской нефти и газа, а может быть, в дальнейшем и Среднеазиатской нефти и газа в западном направлении. Поэтому у американцев, европейцев, по крайней мере, на данном этапе к Баку каких-то радикальных вопросов нет. Совершенно ясно, что американцы, в первую очередь, и европейцы, они результаты этих выборов принимают. Россия. Я думаю, что визит президента Путина накануне выборов был совершенно однозначным знаком. Россия поддерживает Ильхама Алиева на данных выборах. И я думаю, что и в Баку тоже должны оценить эту ситуацию. Больше никакие президенты с господином Алиевым накануне выборов не встречались. Что, на мой взгляд, просто показывает, насколько Москва серьезно относилась к этому вопросу. Путин встретился с Алиевым, и это означало простую вещь. Мы ценим сбалансированную политику Баку, мы поддерживаем господина Алиева на данных выборах, и мы готовы к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений и после выборов. Я уверен абсолютно, что такая позиция России сыграла стабилизирующее влияние на протекание выборов. Еще один внешний игрок Иран, насколько я понимаю, просто занял такую нейтральную позицию в отношении этих выборов, тем более, что новый президент Рухани на всех направлениях показывает более гибкий подход. И я думаю, что такой же более гибкий подход иранцы будут практиковать и в отношении с Баку. Вот эта уникальная ситуация внутренней консолидации и внешнего лояльного отношения всех основных центров силы, она и дала такой спокойный и предсказуемый результат. Что касается развития отношений в будущем. Ну, известно, что во время, так сказать, визита Путина был подписан целый ряд соглашений. Этими соглашениями, я думаю, на ближайшее, по крайней мере, время и заданы направления нашего развития. Это энергетика, это, так сказать, и высокие технологии, и гуманитарное сотрудничество. И Россия заинтересована в нормальных, взаимовыгодных партнерских отношениях с Азербайджаном. Мы понимаем важность Азербайджана, так сказать, на наших южных рубежах, с одной стороны. С другой стороны, Азербайджан должен понимать, насколько, на самом деле, важно поддерживать нормальные, спокойные, конструктивные отношения. Для его же, так сказать, благополучного развития. Азербайджан 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 Азербайджан